Девушки отдыхают 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 себя, в первую очередь, править свои лучшие качества и при этом быть командой. Ну, а дальше уже технические моменты. То есть в этот момент мы поддерживаем ребят. Вот сегодня в каких компонентах вы сильнее были или не были сильнее, просто повезло? Ну, в связи с тем более сами понимаете, мы себя относительно. Мы понимаем, что мы будем играть на выезде, понимаем, что команда ваша будет много атаковать. И дальше было перекрыть все подходы к нашим воротам, лишить пространства за спиной, сыграть компактно и лишить компактно по высоте и очень широко по швине. При этом мы понимали, что у нас есть те исполнители, которые могут стратегически в нужный момент исполнить. Мы понимаем, что в первом тайме мы наверняка не будем много владеть мячом, умышленно отдали инициативу. И при этом благодаря исполнительскому мастерству замену, мы видели, как у нас вышел футболист на замену, и сразу же забил голод. Причем футболист ведущий. Это была такая заготовка, чтобы использовать сильные качества наших футболистов в целом. А так, могу сказать, что сейчас в первой лиге все очень ровные команды. И я бы не сказал, что у кого-то классно намного лучше. Просто есть отдельно взятый матч, в котором мастерство должно все совпасть. Вешаемая основная задача, исполнительное мастерство, выполнение тренерской установки. Это как раз тот матч, который позволил нам еще раз взять вот эти важные очки. При этом мы не обольщаемся, мы понимаем, что нам есть на чем работать. На нас тоже непростая ситуация. Ну и не сложная. На самом деле, потому что мы понимаем, что впереди длинный будет, все короче. Но мы вынуждены, тренеры и футболисты вынуждены, как бы, так сказать, работать в сжатые сроки. Потому что календарь, те сборы, которые есть в данный момент, они очень жатые. Из-за этого времени сделать целостную команду, я имею в виду, чтобы она воплощала тренерские идеи непосредственно на поле, это очень непросто. Поэтому бывает, ну не то, что так скажу, но бывают те результаты, которые бывают. Я про свою домашнюю матчу со Спартаком. Там наоборот, ну это прошло, но все не будем, но это уже прошло в год. Но сделали бы это. Ну у вас сегодня очень большая плотность была на высоких прессингах и никаких пустот, куда бы, например, мог там Михаил Бирюхов с его реактивной скоростью. Ну мы же смотрим на вашу команду. Сейчас все тренеры так работают, сейчас анализ, виды, тажами соперников нужно понимать, как и с кем, за счет чего играть. Поэтому задача, чтобы команды и взаимодействуем трансформировались в зависимости от тактики, от стратегии на матч. И чтобы футболисты могли сами принимать правильные решения на поле. Короткий срок времени, когда мало пространства, мало времени. И об этом мы и говорим, мало у нас времени, но тренеров, чтобы создать, наверное, поэтому результаты есть такие. Бывает не очень ожиданно, но в принципе мы не знаем, чего мы хотим. Про вашу команду могу сказать, что надо набраться трепения, хорошая команда, хорошая атмосфера. Все получится, надо только верить. Какая цель состоит в сезоне? У нас учредители поставили нам задачу, в том году, вы знаете, поставили рекорд красно-надцатого футбола, заняли восьмое место. Понятно, это не первое, но тем не менее, в этом году у нас задача поставили учредителям, либо повторить этот результат, либо его улучшить. Вот к этому мы и будем стремиться в этом сезоне. Продолжаем пресс-конференцию. Павел Патеревич Гусев, главный тренер футболистов, факел, вашему вниманию. Павел Патеревич, по традиции, первые ваши эмоции, первые впечатления. При приятном, территориальном, игровом преимуществе, проигрывать игры очень обидно. Мне неприятно, я извиняюсь перед болельщиками, от себя, от лица команды, все. То, что ребята, ребята старались, хотели, хотели добиться положительного результата, не вызывает сомнений. Не вызывает сомнений. Ну, футбол, к сожалению, бывает не всегда логичен, владея таким преимуществом. То, что мы немножко в тактическом плане неправильно сыграли, понимая то, что я задание давал, понимая то, что команда Енисей играла в пять защитников с тремя центральными. Я просил ребят максимально перевести его во фланги, и за счет фланговых проходов, за счет прострелов, здесь должны были создавать предпосылки для взятия ворот. Это показало начало игры, когда был хороший момент с проходом Крылова, с прострельной передачей. В первом тайме, к сожалению, не смогли завершить. А так, при такой скученной обороне, взломать очень сложно. Ну, в конце уже там пошли длинные передачи, потому что дефицит времени был, все. Но говорю еще раз, что поражение никак команда не заслуживала сегодня. По отношению, по отдаче, по всему, никак не заслуживала. Поэтому, вдвоем не обидно за ребят, за то, что я делал в таких условиях огромную работу, и свелась на один удар, один момент невыполнения, элементарно невыполнения тех заданий, которые были даны. Я не хочу всех все повесить на одного игрока, но конкретно было сказано, кто работает на подборе, при стандартных положениях у наших ворот в центральной зоне. К великому сожалению, Коля не доработал, жаляя один удар, сто ворот, команда проигрывает один удар. Это очень обидно. Те моменты, которые у нас были, были моменты, скажем так, наявно голевые не тянули они, но подходы, предпосылки были, решало исполнительское мастерство там. В эпизодах, когда за молоком головой бил с линии вратарской в землю. Были такие моменты, подходы были. Хотелось бы, конечно, больше, но при такой насыщенной обороне, наверное, ожидать было больше стандарты, стандарты, как бывает только на стандарты. И были возможности, ну, в нем хорошо исполнил штрафной вратаревую очередь. Пожалуйста, по вопросу, если есть. Владимир Владимирович, ну, вот очередная ротация, сегодня Шахов играл с Мавилевским, то есть, ну, как бы, в обороне особых проблем не было, но вот вы сказали, что в фланге, ну, как бы, Рылов и Желяев, в общем-то, как бы, не попали, наверное, да? Желяев после травмы, что-то не как? После травмы, да, ну, после травмы, я все прекрасно понимаю, после травмы, мы все время говорим, после травмы, после травмы, ну, после травмы уже практически год прошел, да? И все, мы ждем, ждем, надеемся, все, и беседовали, я с Колей беседовал, все, я готов, я готов, ну, пока вы видите уровень его готовности. Я опять же говорю, не хочу сказать, что Коля вас вспоминал, виновата вся команда, я, в том числе, как главный тренер, естественно, я отвечаю за результат. То, что фланги не очень продуктивно сыграли в этой ситуации, все. Хотя было дано задание, все, акцент атак свести, перевести на фланги отсюда и разнообразить игру фланговых игроков. Они играли практически и Рылов, и Коля Желяев по своим бровкам, да? Я давал такое задание, при развитии атаки они располагаются широко, чтобы растянуть, немножко растянуть в центральной зоне оборону соперника, растянуть. Но и задание было дано, что со смещением разнообразить нужно было свою игру. Привыкаемость защитника, легко играть, с одной стороны, игрок ограничен бровкой. И все. Без смещения в центр, без активных действий, без обувиша, без обострения ситуации взломать такую оборону крайне сложно, то, что и произошло. А нет уже, у них практически вообще даже таких реальных подходов не было. Один стандарт, удар, ну и спон попал с дуга. Ну, сегодня и от пары наших опорных хайбеков, которым вы предпочтение отдаёте Дутов и Гридне, собственно, никакого креатива даже. Креатива, да. Я сказал это в перерыве, я в паузах об этом говорил, что два центральных полузащитника должны вести опытные ребята оба, и Гридне, и Дутов, должны вести игру, игру должны вести. А здесь мы и, скажем так, много подбора проиграли, потому что идёт передача, борьбу. Мяч вносят, высокорослых три центральных защитника вносят, и с подбором здесь у нас проблемы были, вот именно в центральной зоне. А креатива маловато было, креатива обостряющих передач в центральной зоне мало, очень мало. И я просил в центральной зоне здесь обязательно одного из двух центральных полузащитников, под центральной оси, с учётом того, что нападающие крупно разобраны, вклиниваться, создавать численное преимущество здесь за счёт того, что вклиниваться, где-то через стеночку на сигарю взять, вторым темпом атаковать, к сожалению, не очень убедительно здесь было. Но можно ли сегодняшнее поражение назвать случайным, с учётом того, что, в принципе, люди боролись, люди бились, ну, где-то что-то, но ввели игру, да, вот как бы вы сказали, что не что из ребят. А это случайное поражение? Или они всё-таки были какие-то для него основания? Ну, я ближе к тому, что при таком, ну, вы же сами видели, да, при таком территориальном игровом преимуществе всё, один удар, наверное, это случайность всё-таки, ближе к случайности. То, что мы не смогли каких-то уж совсем сверхзадач поставить команде соперникам в такой ситуации, да, ну, здесь только нужно было вот при такой сверхнасыщенной обороне, ещё раз я повторяю, перевести два фактора. Игру во фланге, во фланге, за счёт фланговых игроков и стандартное положение. Ну, стандартное положение у нас было, так скажем, нагнетали, нагнетали ситуацию, да, там, и по вратарской мяч мутался, и где-то не хватало шага где-то забить, и в концовке у ребят, ну, то, что они не хотели, у меня язык не поднялся. Да нет, никто не говорит. И всё, ну, это футбол, так всё, ну, бывает, так бывает, и так есть, на самом деле. А вот с выходом из Самсонова слабое подобие креатива впереди стал. Ну, надо, да, Самсонов здесь пытался в обулюшить, и порвался. Да, пару раз он, да, он прострелил неплохо, то, что там в ближнего попадал всё, но хотя бы какое-то давление с этого фланга уже пошло. А он целый матч не готов пока? Ну, по тренировкам до этого не совсем, но он не готов, не готов. Вы видите уровень готовности его, Самсонов, мы ждём от него больше. И вообще от всех тех ребят, которые в межсезонье пришли, мы ждём больше этого. Но вот их уровень готовности пока, пока не на поле, я рассчитывал, что уже пора ему, пора заиграть. Всё-таки парень мастеровитый и скоростной, всё. Ну, где-то вот не хватает морально-валевых качеств. Всё увидели, всё. А так, сейчас пеплом голову всё. Ну, хотели, ребята, хотели, очень хотели. И реабилитироваться перед зрителями, и результата добиться всё. При этой плотности мы сразу понимали, что мне на это влиться на два места. В зависимости от результата. Хотели, очень хотели. И вот эта вот ситуация, конечно. Ну, а как из них выходить? Потому что команда уже оседает по дворе. Ну, рецепт один. Анализировать, исправлять. Ну, у нас каждую игру мы проиграем. Вот вы проанализируете. Мы проиграем из-за своих элементарных ошибок. Своих ошибок. То привезут. Да, нас ни одна команда не переиграла по игре, чтобы переиграла. Мы проиграем игры из-за собственных ошибок. В прошлой игре два подарка сделали в Астрахани. Сегодня всё, наверное, один удар в ворота. Когда конкретно задание, что эту зону закрывает кора жилея. Потому что расписано каждый, кто с кем играет в конкретной ситуации. Расписано всё. И он отвечает. Он прекрасно переживает, парень прекрасно понимает. Ну, опять же, ещё раз повторяю. Это неправильно, что проиграл один бой. Проиграла вся команда и всё. Но вдвойне обидно то, что по игре не должны мы проигрывать эту игру. Никак не должны проигрывать эту игру. К следующей игре выездной кто-нибудь из лазарета подтянется? Из лазарета никто не подтянется. Касьян ещё лечится, ну, минимум три недели он будет лечиться. Потому что у него связка коленного сустава провязана. Такая же ситуация сейчас у столбеца. Такая же ситуация. Плюс мы, я так, не знаю, доктор сейчас по горячим средам не может, но обследование покажет. Ну, судя по тому, как ситуация развивалась, игрок соперника, когда Ваня выносил мяч, он ударил ему в опорную ногу коленой. Ну, там по асфальту проехал. Да, да. И я думаю, что там серьёзно с коленом проблемы. То есть не факт, что к следующему матчу он будет готов? Ну, мне кажется, что там хотелось бы надеяться, что может обойдётся, ну, маловероятно, судя по характеру, звука, который был после удара, что и он говорит, что у него колено вылетело. Поэтому ситуация такая, не очень радушная. В плане травмированный. Продолжение следует...